Включаю запись. Дайте обратную связь, как мне слышно. Спасибо. Начинаем наш сегодняшний второй уже вебинар в этом году. В календарном году еще по другим календарям Новый год начинается, но суть не в этом. Итак, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Сейчас выяснилось, что там в интернете есть много новых вопросов. Я прошу прощения, я их сразу не просмотрел, поэтому в каком-то момент во время нашего вебинара я посмотрю, что мне сбросит сейчас помощник, ассистент Алексей Дьяков. И буду просто тупо отвечать на вопросы тогда. Мне есть некоторые вопросы, которые мы предугадали. И один был вопрос еще с прошлого вебинара. Я его суетился, там связь была плохая. Там был вопрос, кто первым будет получать дивиденды. И там сравнение было с одной компанией. Я об этом тоже вам несколько позже расскажу. Ну, вот так, значит, это Solar Group, я уже забыл название. Итак, значит, с чего мы сегодня начнем с вами? Давайте начнем по порядку, потому что время идет. Вот, и вопросы. Хотелось бы прежде, потом, чтобы, иначе это потом как-то заговорится, и я опять забуду вам сказать. Вы знаете, я не буду вдаваться в подробности, почему я это вам говорю, но, значит, целый ряд проявлений, которые вот сейчас я являлся, ну, как бы, свидетелем этих явлений насчет здоровья. И, в первую очередь, собственное здоровье. Наш долг иметь крепкое здоровье. И потом все остальное. Почему? Да, в первую очередь, потому что, что может сделать малоздоровый или, скажем, человек с оскудненным здоровьем. И результат будет оскудненный, дорогие друзья. Неважно, чем он занимается. Бежит ли он к дистанции, сидит ли он на совещании, продумывает ли он какие-то свои ходы, его мучает что-то там такое, понимаете? Поэтому наш долг иметь крепкое. А для этого есть целый ряд факторов, которые мы должны соблюдать. Но, в первую очередь, как я уже неоднократно говорил, повторю, повторение мать учения, что, в первую очередь, физическое здоровье, эмоциональное здоровье и наш, скажем так, общий дух или, ну, это можно назвать эмоциональное или, значит, ментальное здоровье. Потому что его по-разному там квалифицируют. Это наши общие бодрости, общий настрой жизненный, это и так далее, и так далее. Вот. И поэтому это очень важно. Потом все остальное. Дивиденды потом, потом всякие блага, потому что это то, многие в своих поздравлениях новогодних как раз желали того, чего не купишь. То есть, счастье и здоровье. И любви, кстати. И любовь можно только в одном случае купить, если ты купишь собаку. Есть такая поговорка. Таким образом, вот такие вот, дорогие друзья. И поэтому я прошу всех вас, всех, обратить особое внимание на свое здоровье. Казалось бы, а, да, ничего, вроде вот так хожу, переставляю свои циркули. Или на свои ноги, если можно так сказать. Вот. А здоровья, пардон, нету. Поэтому обратите это внимание. Каждый. Поставьте себе задачу в этом году. Тем более, что год астрологически очень важный. Когда многим будет поставлена так называемая оценка за то, как ты относишься к своему здоровью. Наша лояльность к проекту. Следующий вопрос. Что такое лояльность к проекту и когда она возникает? Понимаете, вот можно сомневаться, ходить и так далее. И ведь, когда нас посещает демон недоверия, тогда и лояльность падает. Есть люди, которые, не разбираясь ни в чем, просто говорят, вот я верю этому и все. Это не лояльность. Это лояльность, но она неосмысленная лояльность. Когда человек очень нормально или нормально анализирует, нормально рассматривает, что он делает, как он делает, следит за информационным рядом, находится, как бы имеет достоверную информацию, не с каких-то источников. Об этом мы тоже неоднократно говорили. На рынке много чего говорят, понимаете. Теща много что может говорить о зяте. Или наоборот, свекровь, значит, о невестке. Но, извините, от этого очень многое зависит, как мы к этому относимся. Поэтому лояльность проекту, это в первую очередь есть готовность, как бы, ну, посвящать себя ему. В первую очередь. И тогда уже все остальное идет далее. Когда нас посвящает демон недоверия? Это когда в первую очередь что-то я сам не доделываю? Или когда я вижу, что кто-то другой не доделывает? Что такое недоделывать? Это то, что я или кто-то обещал, но вообще не сделал. Да, можно сказать. Я, например, сел и я думал над этим. У нас была тут дискуссия праздничный, ну, как праздничный, после праздничных дней. С одной группой инвесторов. Вот. И мы обсуждали эту тему. Я сел и подумал, да, дай-ка я пройдусь по этому ряду, значит, что такое, когда возникает недоверие. Это в первую очередь, когда я мало информирован, или же я сам не посвящаю себя этому делу и прислушиваюсь только к тому, что кто-то говорит. И сам не утруждаюсь проанализировал. Найти информацию, сравнить, найти аргументы. Значит, ведь с одной стороны, я вошел и мне сказали, потому что откуда возникает недоверие. Вот я инвестировал, вот у меня большие суммы инвестированы, а дивиденды еще вон там где-то за бугром. Ну, конечно, вопрос-то в том, что есть целый ряд факторов, которые ведут к тому, что сроки какие-то продвигаются. Но это не значит, что недоверие возникло из-за того, что сроки продлились. Это риски. Нормальный венчурный проект, абсолютно нормальные риски. Но мы идем в графике и идем в том направлении. Нет такого, что мы сказали, слушайте, мы сейчас пойдем на Москву, очнулись, мы вообще идем, извините, в Таллин. Другое направление. Абсолютно. Или в Киев, например. Пардон. Понимаете? Нет такого. Мы идем в сторону Москвы, дорогие друзья. То есть проект идет и все показывает. Весь ряд, событийный ряд. Весь ряд каких-то, значит, деклараций, действий. Все показывает на то, что мы идем в этом направлении. Нет признаков, поверьте мне, нет признаков, которые бы давали возможность сомневаться. Разве, если вдруг кто-то не нашептывает где-то что-то мне на ухо, или же, значит, я сам где-то что-то не доделаю. Значит, и тут возникает целый ряд интересных вопросов. Значит, так, так, так. С этим вроде бы все. Все. Теперь смотрите. Новости и комментарии. Это был нулевой пункт. Теперь новости и комментарии. Что я хочу сказать по новостям? Письмо бывшего коллеги Сергея Сибирякова. Не буду вдаваться ни в какие подробности, не перемывать никакого тут белья. Я просто обозначу некоторые факты. Скайвей площадка для продвижения только скайвеевских проектов, дорогие друзья, и никаких других. Декларации, что я там свяжу или что. Сначала сделаешь что-то другое, потом будешь связывать со скайвей, если тебе это сложится, если это докажешь. Пожалуйста, это возможно. Иные варианты невозможны. Слава Богу, по-моему, по-моему, уважаемый бывший коллега, он это понял. И где-то в социальной массе медиа уже сообщил, что он полностью как бы вот, ну, открещивается от скайвея. И правильно сделал. Потому что, и ведь, смотрите, началась дискуссия двух людей. Было личное общение вначале, а он вынес на общее обозрение. Были причины по всей вероятности у него. Понимаете? Опять, то есть, не буду вдаваться опять, целый ряд деклараций, которые он объявлял, он их не выполнял. С самого сентября месяца. Кое-что он выполнял, но вещи, которые он как бы обещал, не выполнял. Поэтому, скорее всего, попытался как-то педалировать процесс. Но есть как есть. Теперь, что касается, люди дискутируют, вот большой портфель акций, там написано, там миллионы, значит, сотни миллионов и так далее. Дорогие друзья, кто такой уважаемый Сибиряков, значит, и когда он начал. То есть, это авансовые акции, портфель акций, которые авансовые. То есть, до начала, еще стадии 2014 года, как бы авансом было дано то деятельность, которую он как бы провел. Да, он 19 лет с перерывами в этом проекте. Понимаете? И, конечно, были определенные заслуги. И конструктор, генеральный конструктор, владелец технологий, авансировал. Без оплат. Это бонусы. Понимаете? Много опционов. И я не беру сейчас открывать, скажем, варианты. Но я скажу так, что 99% той суммы, это так называемые не оплаченные, а опционно бонусные или же авансовые акции. Что это значит? Да, они внесены, они внесены в определенный регистр. Вот. И когда человек размахивает тем, что он спокойно может выйти и отдать, я вам их отдаю. Причем, неоднократно это заявлялось. Понимаете? Когда он не дорожит ими. Когда он не заплатил ничего за это. Понимаете? Кроме своего, ну, скажем так, крона от какого-то труда, каких-то там заслуг. Да? Естественно. Понимаете? Поэтому это тоже надо понимать. И, скажем так, человека, когда он зарывается, абсолютно, возможно, значит, это практика распространенная в мире, что существует так называемый период, когда идет регистрация акционеров. Те, которые, значит, реально денег не внесли, те акции могут быть возвращены обратно в оборот. Понимаете? При условии, что кто-то чего-то не выполнил. Вот. Таким образом, я эту тему закрываю. Значит, было, по-моему, письмо головной компании. Skyway Capital тоже или уже выпустил, или сейчас выставит свое письмо. Что будет, если Беларусь воссоединится с русскими? Вопросы у вас, значит. Что будет, если Беларусь воссоединится? Это физическое направление, зависит от настроения. Нет, дорогие друзья, Татьяна, Сибирь. Подумайте в свободное время над этим. Зависит ли физическое напрямую от настроения? Или настроение напрямую зависит от физического? Что первично, а что вторично? Это для вас. Теперь, значит, перевод акции из А в Б. Смотрите. Я нарисовал было схему, но подумал, что пока документы не пришли, это ответ я хочу сделать устный пока. Ответ вам, и, скажем, это неофициальный ответ, это мой устный ответ. И визуально покажу на мгновение только схему. Как сейчас зарегистрировано. Идет документы из регистра, предпринимательского регистра Британской Вирджинии, значит, острову Британской Вирджинии. И поэтому это так называемый, скажем, заявленный и, ну, как бы, процесс пущенный вариант. Так, но с ним такая история, что из части акций А, здесь было их раньше больше, 400 миллиардов, здесь было 267 миллиардов, отсюда взяли 146 миллиардов и внесли, значит, внутри акционерного общества перевели их в Б акции. В Б акции. Теперь здесь стало Б акций значительно больше. Этот еще 3, то есть возникло к 33 бывшим процентам, да, к 33 процентам вместе с этими резервными двумя процентами, добавилось еще 36,42. Таким образом, А акций не привилегированных 30%, привилегированных акций 69% всего. И от этого сейчас танцуется. Это в первую очередь сделано потому, что, значит, акции, свободных акций в Евразии, НРЭЛС, КВС, Холдинг 2 оставалось мало, и целый ряд обещаний был дан, что, ну, есть несколько инвесторов, которые достаточно крупные суммы хотят получить из разряда, вот, скажем, предлагаемых сейчас акций, да, на этом этапе, то посчитали, что необходимо срочно ввести еще один, как бы, канал, который позволил бы увеличить количество свободных акций. Почему нам нужно больше свободных акций? То есть что такое свободные акции? Ведь на рынок, на IPO мы выходим с акциями свободными. Поэтому каждое из акционерных обществ Евразии, НРЭЛС, КВС, Холдинг, один, два, три, оно, значит, должно оставлять свободными, предлагая в залог, ну, эти доли или акции, оно должно оставлять 50% плюс одна акция. И тогда вот с этими свободными можно выходить на рынок. Теперь, там есть еще один нюанс такой, что когда готовится, а нас уже консультируют умные люди, слава богу, когда готовится выход на IPO, то надо целесообразно, это один мощный инструмент, когда есть разметка или, как бы, подписка на свободные акции, то есть заранее, нулевая подписка, то есть инвестор Риманов там или же международная компания там какая-то, допустим, Аэрофлот хочет купить, регистрируется и декларирует, там есть свои правила, она выставляет определенные гарантии, что как только акции выйдут, оно готово купить и готово, и дает банковскую гарантию, что она уже сейчас по разметке, значит, по предварительной разметке за собой резервирует такое-то количество свободных акций. И для того, чтобы, как бы, ну, и это очень хорошо тем, которые сидят и имеют уже акции, понятно, да? То есть для этого, а таких, кто желают уже войти или войти в этот проект на стадии выхода на IPO, появляется несколько групп фондов, и поэтому в этом направлении надо уже работать. Это тоже одна из причин, почему потребовалось сейчас срочно, значит, ну, как срочно, потребовалось ввести дополнительно еще одно Евразия Нарелсковей Системс Холдинг 3. Вот, теперь, смотрите, возникает еще целый ряд вопросов, так, теперь я посмотрю, что за вопрос. Что будет, если Беларусь и Беларусь станут русскими? Да ничего не будет. Какая разница, больше не русскими они станут гражданами Российской Федерации или останутся гражданами Беларуси, что такое воссоединение? Вы понимаете, это же такие вопросы все, не, значит, уважаемые люди, это вопросы некорректные. Понимаете, что будет, если деревня Васюки воссоединиться с городом Бельцы? Ну, просто будет, как бы, а в какой форме они воссоединятся? Что будет? Будет ли это Российская Федерация? Будет ли это какая-то вообще Федерация? Понимаете? Может быть, это будет еще вообще что-то другое. Я вам откровенно скажу, что я лично, вот если бы это неофициально, а вот так, рассуждение вслух, причем в интернете. Вы понимаете, вот на мой взгляд, достаточно много сейчас предпосылок, это отдельный разговор, но сейчас достаточно много предпосылок для новых агломераций или новых союзов, причем союзы не в смысле Советских Союз, а новых, Федер, как бы, совместных объединений, совместных каких-то, скажем, организационно-государственных объединений на новых принципах. Иначе мы не продвинемся дальше. Мир устарел, загнил, не только капитализм загнил, все загнило. Вот, и поэтому мы сейчас на грани, поэтому это вполне возможно. Это шутка, согласен. Но шутка имеет всегда определенный, как рассчитываться номинальная стоимость акции. Наши акции сильно недооценены. Любовь. Вы знаете, что такое любовь, уважаемая, что такое оценка акций? Оценка акций, номинальная стоимость 1 доллар. И это, знаете, как вот вышли на рынок, поставили банку с огурцами на прилавок, и говорите, стоимость 1 доллар. Значит, все, или там 10 банок. Все проходят мимо, говорят, ну да, доллар, там, что-то, наверное, или многовато. Или вдруг кто-то пришел, и все скупил 5 банок. У вас появляется право еще на, значит, добавить. То есть выше номинальной стоимости предлагать. Реальная стоимость товара или реальная стоимость, она возникает, когда мы выходим на рынок. Рынка пока нет. Есть инвестиционный процесс, в котором перед тем, как, или в том, как бы, плане, то в бизнес-плане или финансовом плане, где предполагается и цель есть выход на IPO, вывод акций, ставится такой условий, что да, акции номинальная стоимость 1 доллар, а реальная стоимость проявится на рынке. Поэтому мы можем сказать и с 2 долларами акции выйти на рынок. Ну и что? Рынок быстро отрегулирует эту стоимость. Может быть, она будет 10 центов, а может быть, будет 10 долларов. Все возможно. Поэтому этот разговор сейчас такой. Потому что, кстати, вы знаете, одной из причин или возможностей, или предпосылок является того, что еще расширен круг привилегированных акций, является еще и то, что проект продвигается по своему, как бы, сценарию, который был первоначально задекларирован в бизнес-плане и финансовом плане. Это является предпосылкой. Понимаете? Потому что, если бы, если бы, если проект какой-то не идет в этом направлении, какое там еще, какое там еще расширение привилегированных акций, о чем вы говорите? Показать. Артур, не буду я сейчас показывать, потому что официальные документы не пришли, чтобы потом не стали говорить, что о маслах вы говорили. Выход на ИСО, когда примерно планируется. Вы знаете, выход на ИСО, уважаемая Ольга, это не мой бизнес. Богу сказать, что в первой половине этого года. Но на какое ИСО? И вывод чего? То локальных адресных проектов вполне не исключает Анатолий Леонидович, не исключает, что такая возможность будет. В зависимости от того, что раньше созреет. Созреет ли раньше весь пакет, скажем, токенов, которые выводит, ну, головная компания Global Transport Investment и Skyway Technologies будут выводить на размещение или же конкретный проект какой-то из тех, которые сейчас в работе. Понятно, да? Для их финансирования через ИСО. Вот и все. Потому что просто так, ведь смотрите, неважно, если вы даже просто рассуждаете, что вот сейчас токены предложили, мы там поменялись. Это внутренние игры наши, подготовка, чтобы выявить, скажем, возможности, расчеты провести и так далее. Фактически ценность всего возникает только с адресными проектами, с проектами реального строительства. Как-то не называй это. Потому что мы смотрели тут уже не первый день, вот всю эту неделю, дискутируем с коллегами по поводу того, что на рынке ИСО вообще в мире происходит. 90% всех проектов провалилось. 90. Ну, скажем так, не провалилось, а из них 80, из этих 90, если взять за 100, из них 80-20, которые, скажем так, можно сегодня сказать, что они канули в лето. То есть они были пирамиды, просто пирамиды были, понимаете? За ними ничего не стояло, кроме вау-вау и это самое, вперед-вперед. А капитализации за ними не видно было. И люди рванули, деньги заложили и все. То есть, а когда начали анализировать, потому что регуляторов нету, а когда начали анализировать, смотрят, оау, а там уже заранее было что-то не то. Понимаете? Вот. И могу сказать, что касается ИСО, например, в Эстонии, вчера, 9.01.2019 года, вышло постановление Министерства финансов и какое-то там разъяснение Банка Эстонии по поводу того, значит, как развивать все это направление токенизации, криптовалют и проведение ИСО. Причем, похоже, что достаточно интересное. Вот. И поэтому по адресным проектам, длинно говорю, просто резюмирую. ИСО может быть, ибо, первое, я думаю, мой прогноз, что первое ИСО будет по какому-то из адресных проектов. Не буду сейчас называть их, несколько тут есть, да. Вот. И, естественно, это будет как бы предварительная подготовка выхода на ИСО уже наших с ковид токенов. Любое выражение, так, можно еще раз, не буду, так, ИСО, СОЮЗОВ. СОЮЗОВ, может быть, СОЮЗОВ, да. Когда будет следующий выкуп? Не знаю, и нужно ли. Может быть, будет, может, не будет, так. Я сейчас, извиняюсь, я быстро посмотрю, что мне там Алексей Дьяков прислал. Так, значит, токены, акции. Видно, что из видео, видно, что стройка не началась, появилось видео туристов из АВ. Ну, дорогие друзья, вы смотрите, вы знаете, когда это было, видео туристов? Это было, значит, больше месяца назад. И там, где стройка началась, что такое стройка, как вы понимаете? Стройка – это когда подъемные экраны там стоят, что ли? Нет, стройка – это когда есть разрешение начинать земляные работы. Вот что такое стройка. И она началась, она уже в сентябре началась. Токены, акции. Токены, акции, ну, это вопрос будущего. Так, значит, что еще? Токены, акции используются для финансирования разработок и построенной сети. Для доступа к сервисам компании они не нужны. Фактически их можно рассматривать как криптоакции компании. Да, можно. В обмен на инвестиции, держатель акции, токены получает дивиденды в форме, это какое-то разъяснение. Вопрос. Что вы думаете по этому поводу, что наша компания будет выпускать такой тип токена? Вы знаете, что я могу думать? Я не видел, как я вам и говорил, а еще до сегодняшнего дня четкого задекларирована официального документа не видел. Поэтому, что мне говорить? Да, разговор, то, что написано выше, достаточно корректный. В нашем случае, значит, вполне реально, потому что может и так, и так быть. Понимаете, что акции, которые, вот тут совсем нельзя, божий дар, с яичницей путать. Мы с вами, или за нашими акциями Евразия, Red Skyway Systems Holding, стоят привилегированные акции. И они являются так называемой, скажем, залоговой базой для финансирования проекта Skyway. А что такое проект Skyway? Проект Skyway сегодня, это, скажем так, завершение всех 15 этапов и завершение сертификации первой очереди всех видов транспорта. Здесь нам надо еще поработать, и об этом еще говорить и то, что создана Евразия, Red Skyway Systems Holding 3. И это хорошо, это стратегия головной компании, чтобы не впускать мажоритарных каких-то других акционеров. Понимаете? А делать все-таки все на базе, скажем, краудфайнансинга. Даже не инвестинга, ни в коем случае. Краудфайнансинг, то есть народного финансирования. Я тупо это называю таким термином, и надеюсь, когда-то он найдет свое пояснение. Может быть, даже его мы и сами с вами сделаем. Поэтому здесь вполне возможно. И поэтому, смотрите, не совсем так, что вот эти криптоакции в крипто вложено несколько больше. То, что я вижу сейчас на сайте, я вижу, что там вообще все, чем будет заниматься, скажем, в будущем после сертификации компания, начиная от эко-вариантов и завершая там солнечными батареями и другими, другими вариантами. Понимаете? Поэтому это то, когда увидим, тогда будем обсуждать. Почему появилось и откуда взялись так акции? Ну там 46 миллиардов, там столько-то, столько-то акций. Это, значит, не совсем так. Откуда вы знаете, что такая сумма? Там 46 миллиардов и совсем такая сумма. Они переведены А. Вот я не объяснил. Эти акции, спасибо за вопрос. Значит, эти акции, они появились за счет перевода, значит, внутреннего перевода, перерегистрации акций из А в Б. То есть из простых акций. Простых акций стало меньше, привилегированных акций стало больше. То есть за счет перевода вот такого перевода внутреннего. Добрый вечер, расскажите, гипермодуль для вакуумной трубы, которую должны отправить, вы уже изготовили? Не знаю. Обещали в новом году, спасибо. Да, значит, отправят или отправили уже. Кое-что отправляем. Где и когда будет Экофест? Как где? Экофест будет там, где он и был три раза уже. Или два? Три. Три раза уже был. Видите, как премии уже, я сбился уже со счета. На вебинаре дальше сухотворил, а в минуте говорит о подписанных контрактах на десятки миллиардов долларов. И это только, да, это из официальных источников, да, из официальных источников. Об этом говорил Анатолий Дарвич, ну, как бы в общей беседе в Братиславе. И это есть вполне футурологически. Нет, это не футурологические шуточки. Это реально. Только теперь уже больше не называется по определенным причинам, где и что и насколько. Мы уже споткнулись об этом очень сильно, кстати. И второй образ. Когда все-таки мы увидим white paper? Ну, я тоже надеюсь, что в ближайшее время. Я сегодня говорил с Денисом Юницким. Он говорит, ну, практически все готово. Еще кое-какие расчеты надо провести только. И согласование. Здрасте, у меня чуть более 83 тысяч долей с КВИ. Завтра последний день, когда мне можно поменять доли на токены. А я все еще в раздуме. Что посоветуете? Мне уже 75 лет. Я думаю, что эта возможность у вас появится. Поэтому не рискуйте, пожалуйста. Я бы не стал менять. Поэтому куда спешить? Появится у вас еще такая возможность. Это мое мнение. Если не появится, я вам помогу. Извините, когда дивиденд у меня тяжелое положение. Да, вы знаете, тяжелое положение. То есть акции, проект, хотелось бы, чтобы уже были дивиденды. Но мы хотим серьезные, хорошие дивиденды. Они могут быть и по финансовому положению, они могут быть и в следующем году. Но какие они будут? Что вы с них сделаете? Сколько у вас акций? Понимаете, у меня тяжелое положение. Сколько у вас акций? Понимаете? Отсюда надо танцевать. Вот. Скорее всего, вы задали бы вопрос. Извините. Значит, когда можно продать акции? Когда их можно реализовать? Потому что это более такой, как бы, ну, действенный инструмент для выравнивания своего финансового положения. Вот. У меня, а по поводу дивидендов еще скажу немножко позже. Хочу иметь постоянную связь с маслом каким-либо способом через любую сеть. Телефон бесплатный, чтобы во время получить предупреждение о предстоящих выборах и ссылке на обещание. Есть ли возможность получения предупреждения о предупреждении какой-либо? Нет. Значит, извините. Дело в том, что я уже нескольким отписывался. Это нагрузка, а это есть один из элементов физического, морального и прочих, значит, ментальных здоровьей, что надо регулировать свои нагрузки. И я в этом году завел себе правило с 1 января, что я очень четко пользуюсь квадратом Эйзенхауэра. То есть, это очень простая разбивка. Важная, значит, быстрая, то есть срочная, важная, несрочная и несрочная и неважная. И в зависимости от этого выставляю свои приоритеты. А как я выставляю важная, срочная, неважная и несрочная и неважная? Значит, я выставляю приоритеты выставить годовые цели, а то и на 2 года. Мы все выставили практически на 19-20 год. Исходя из этого. И теперь возникает вопрос, буду я ли с кем-то общаться, какой бы это приятный человек ни был, или я буду решать задачу, которую я себе поставил. Можете с трех раз угадать, что я буду делать в первую очередь. Понятно. И поэтому моя задача просто нахально минимизировать отвлечение от каких-то вот таких важных дел. Вы же извиняйте. Хочу организовать, о господи, хочу организовать официальный адресный проект в своем регионе. Феодосия, вы герои, да, можно выглядеть на практике. Не знаю, что требуется делать, как вы. На это можно отдельно говорить. У нас есть группа, значит, ну да, группа адресных проектов. Обращаться надо к товарищам. Если вы в чате можете оттуда задать вопрос, значит, официально получите тоже эту информацию. Вы знаете, вы хотите организовать адресный проект. А он нужен ли там, вы сначала проанализируйте. Есть ли там предпосылки для адресного проекта раз, кто будет его финансировать два. И тогда свою хотелку отрегулируйте, исходя из этого. Потому что зачастую бывает, да, я хочу. Почему ты хочешь? Ну тогда мне будет удобно ездить на работу. Только тебе. Сколько таких как ты? Десять человек. Фу, а сколько? Ну, если деньги есть давать, построить, я не против. Понимаете, да? Вот. Поэтому здесь надо смотреть. А дальше начинается. Есть, я обещал неоднократно, что есть перечень. Но теперь, пардон, это передано все группе адресных проектов и целевых проектов. Вот, которые начинают регулировать. Потому что у нас завал просто вот этих предложений. Каждое предложение это тоже из той серии. Выуживание, значит, рационального. Понимаете? А у нас есть, стоит, скажем, 12 или, ну, сейчас не совсем 12, а в активной работе разработки 8 проектов в Skyway Capital. Чем мы будем заниматься? Опять, с трех раз можете угадать. Но на свой страх и риск вы получите исходные, как бы, так называемые, ну, какие-то указинки, чтобы в этом направлении действовать. Пару штук я уже вам сказал. Какие всем требуются? Как официально привязаться к GTI? К GTI вы никак официально не привяжетесь, прежде чем вы не подготовите, не пройдете совет. На свой страх и риск вы можете задекларировать, описать проект, значит, сделать его предварительный расчет на коленке. Если вы хотите с нами это дело просмотреть, прийти к выводу, да, этим можно заниматься, тогда мы вместе подготовим проект для рассмотрения на совете. Потому что головной компании тоже некогда сидеть и рассматривать проекты. Сейчас нужно выполнять те, которые в работе. Понимаете, да? Это, я так думаю, что появится потенциал к концу, как мы только закончим, будем подходить к реализации уже проекта 15 этапа, тогда мы начнем еще больше расширять и появятся, ведь нужны средства для этого. На какие средства это делается? Кто это оплачивать будет? Инвесторы, которые инвестируют в основную технологию? Нет, это нельзя делать. Этого никто не позволит. Понимаете, да? Так что тут надо думать, что это делать при всем великом хотении и даже при всем том, когда есть предпосылки. Этим мы занимаемся и своих личных временных этих самых средств пока. Пока. Кто и как использует рекламные точки зрения, организующие адресы в Крыму? Вы знаете, тут все по Крыму, я не буду больше шаблонов. Как попасть в ваш чат? Да, хорошо. Алексей, пожалуйста, отправьте вот в этот чат, значит, ссылку на общий наш чат вот этому, тому, кто задает вопросы, там вы найдете. Так, 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 так. Ну вот основные вопросы здесь я на все ответил. Так, я возвращаюсь к вам обратно сюда. Вот, и немножко, так, что здесь у нас возникло? Так, здесь у нас вопросы, Владимир, тезисы вашего игрока не обновляются, не будет больше. Как не будет? Будет, будет, будет. Смотрите, следите за рекламой, кто там, Руша. Следите, как говорится, за рекламой. Есть, есть, тезисы постоянно обновляются. И когда можно будет продать, что будет следующее, обратный выкуп, обратный выкуп, и когда можно будет продать акции? Ну, когда можно будет продать акции? Тогда, когда появится рынок, уважаемый Александр. Ведь иначе их, или же, как я раньше говорил, так называемый внутренний рынок. Вот, и когда, значит, но этим нельзя заниматься. Показали юридические моменты. Можно заниматься, но это отвлечение и времени, и средств немножко в сторону на внутреннем выкупе. Хотя это можно в какой-то момент делать, и токенизация, она в какой-то степени этому служит. Но пока мы это не увидели, потому что пока шла, так называемая, выкуп через обмен, не через деньги. Не будет больше. Будет. Так, теперь смотрите, что, кто первый начнет выплачивать дивиденды. Смотрите, значит, этот вопрос был задан в прошлом вебинаре, один из последних. Я сегодня когда-то стирал всю переписку. Я его зацепил. Вот, и что я хочу, это сравнение там было приведено с доюмого, значит, с Solar Group. Я вам хочу сказать следующее. Не главное, кто первый начнет выплачивать дивиденды. Привожу пример. Skyway выплатила, скажем, по 5 центов, или там 5 центов много, там, скажем, по 1 тысячной цента на одну акцию. И в среднем, или, скажем так, по одной, да, по одной тысячной, или по одной сотой цента, по одной сотой цента, и в среднем человек, инвестор, или, скажем, кто кредитовал эти инвестиционные проекты, получил на 100 тысяч акций, получил там 100 долларов. Дивиденды получил. Что с ними делать? Их соотношение так, а другая компания, значит, взяла и вообще, значит, допустим, еще меньше выплатила. Вроде обе выплатили дивиденды. И теперь второй вариант. Пока, скажем так, Skyway не выплатил, а Solar Group выплатила такую сумму, как и вам назвал. Да, вроде выплатили. Первыми выплатили дивиденды. Ведь что является критерием дивидендов? Да, то, что есть прибыль, обязательства выплачивать, естественно. Вот. Вот. И будут выплачиваться. Я думаю так, что, значит, в следующем году уже вполне реально, что дивиденды будут выплатить. Другой вопрос, сколько, а не кто первый. Вот. Значит, это несравнимо и какой-то степени вещи. И важно, более важно, не кто первый, а кто будет стабильно платить. Я первые 100 метров стартану, а дальше сдох. И 42 километра, меня не видно, и на финише вообще не пришел. А Skyway себе идет, 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 нормально идет. Прошло все свои 42, пошел он на следующий круг, следующего марафона. Понимаете? Это абсолютно несравнимые вещи. Значит, это первое. То есть важнее является, кто стабильно будет платить. Задали бы такой вопрос. А для этого надо сравнить. Я не знаю, как сравнивать. Потому что то, что там на рынке говорят, это все разговор такой. И самое ценное этой серии выгод, это то, чьи акции будут на рынке, на бирже, выше номинала и на сколько. Вот что важно. Может пойти так, что, скажем, по-разному. Вот это более важно, чем кто первый будет выплачивать дивиденд. Когда появится сайт ISO RSV Systems? Не знаю, спросите в RSV Systems. Сайт уже, вот видишь, Анатолий говорит, есть. Значит, есть. Анатолий лучше знает. Так, теперь одну минуточку, я сейчас посмотрю. Так, можно сейчас... Структуру нет, нельзя. Может быть, продать акции у нее. Это если ваш вероятен... А так иметь там, простите. Вы не заболели? Кто я, что ли? Нет. Я не заболел, не волнуйтесь. Я слежу. Ту-ту-ту-ту, как говорится. Есть разные спортивные... Прошлое дает... Дурное прошлое дает себя знать. Поэтому кости, сухожилия и мышцы приходят со временем от времени слегка подтягивать. В хорошем смысле это слово не в физическом, вернее, не в механическом, а в физическом смысле. И поэтому надо следить, чтобы не сдохнуть где-то на дистанции. Понимаете? Так, в следующем году это в дивиденды. За 2019 год, почему бы и нет? Все, все под этим солнцем возможно. Но не говорите, что Маслов сказал, все, дивиденды будут сейчас. Я предполагаю, что могут быть. Но не забывайте мое высказывание. Что, дорогие друзья, я собираюсь обновить свой автомобиль. Слежу за двумя вещами. Первое. Появится ли к 2021 году достаточно экономный, рациональный по своей стоимости, экологичный автомобиль. Чтобы поменять то, что я сейчас имею на этот автомобиль. Но я это хочу сделать только при тех условиях и сумм, которые я получу за счет дивидендов. Понятно, да? Вот рекомендую на это ориентироваться. Тогда первый дивиденд. Да, правильно, Вячеслав. Первый, когда, никогда первые прибыли. Нет, не совсем так. А когда, значит, прибыли есть сейчас уже. Я вам уже неоднократно говорю. Есть расчетные прибыли, есть реальные прибыли. Расчетные прибыли у нас очень большая. Но если завтра мы начнем ее делить, то мы можем сказать, на эту акцию приходится столько, на эту столько. А Мария Петровна подойдет и скажет, ну а где акции, где на мои акции дивиденды? Мы скажем, ну это расчетные дивиденды. Потому что прибыль-то есть расчетная. Мы, значит, создали и создаем Экотехнопарк ниже его проектной стоимости. Вот, а сравнительная стоимость, если, скажем, догадаться и выставить ее на рынок, куда-то вот на продажу, она более 1 миллиарда стоила бы. Такой вот комплекс, который у нас возник и еще до возникает в Экотехнопарке. Сейчас эксперты говорят, еще дороже. Так, и если мы реально затратим, скажем так, условно говоря, 150 миллионов на строительство и завершение всего этого дела, теперь уже в Экотехнопарке Марины Горки слегка меньше, мы уже можем рассматривать и Объединенные Арабские Эмираты, тут сразу нельзя так прямо говорить, вот, то два Экотехнопарка будут, или два, две площадки, одна, значит, площадка там, другая основная здесь будут, ну, потянут там, допустим, на 200 миллионов. А стоимость их обоих будет уже за 3 миллиарда, понимаете? И вот, пожалуйста, 200 там, или, ладно, 300 миллионов и 3 миллиарда. Рост есть, прибыль есть, мощнейшая, понимаете? Ты эту прибыль ощутишь, когда ты продашь эти оба Экотехнопарка, а балансовая прибыль очень большая будет. Нас интересует, дорогие друзья, прибыль, которую мы получим в первую очередь. Там большую прибыль не надо рассчитывать, когда мы строим, потому что для нас строительство не цель, а средство. Мы строим для того, чтобы эксплуатировать. И основное пойдет, то есть мы строим автомобиль не для того, чтобы продать его дороже. Мы строим автомобиль для того, чтобы много автомобилей, чтобы их пустить, обслуживать и получать, скажем так, доход уже с эксплуатации автомобилей. Это значительно больше дохода, чем с того, что мы продали автомобили, продадим автомобили. Ну, тут динамика немножко другая, но, в принципе, для сравнения можно такое сравнение сделать. Дивиденды, так, 19, так, за первую прибыль, то есть понятно, да, что касается первых прибыли и первых дивидендов. Теперь, что еще хотелось бы вам сказать, дорогие друзья, хотелось бы напомнить, хотелось бы напомнить еще раз, куда мы идем. Длинный путь с 2014 года. 2019 год, сертификация и подготовка адресных проектов. Начало строительства по адресным проектам. Оно уже было начато вот здесь, в 2018. В 2019 будет мощный такой прорыв. В 2019 и 2021 завершение основных сертификаций строительства адресных проектов. Это 2019 год. 2020 развитие технологий Skyway, выходы на ICO, IPO, создание транспортной сети Transnet. Начало уже заложено в 2019 году. Основную базу мы заложим вот в этот период трех лет. 2019, 2020, к 2021, 2021 году. То есть мы завершим, в 2019 году, по всей вероятности, завершим 15 этапов. Имеет смысл это сделать. Вот. Да и уже, скажем так, все предпосылки для этого практически есть. Вот. И параллельно начинаем вести адресные проекты. И что мы делаем? Смотрите, у нас для этого есть и организационное решение. С одной стороны, мы, вот видите, вот здесь вся вот эта часть, работает на первое доведение до 15 этапа. Да? Уже какие-то адресные проекты делает Global Transport Investment, Skyway Technologies, да? Эко-технопарк, различные другие вещи. Skyway Capital на, значит, Санта-Лучии для этого сделан. Да? Вот белые тут подготовка адресных. На Каймановых островах это Royal Capital Group. Это инструменты для проведения инвестиций и финансирования проектов. Но мы работаем параллельно еще и с тем, чтобы народного финансирования, развитие Skyway, Skyway технологий. Skyway Capital в Евросоюзе. Опять-таки, Каймановы острова. Это подготовка адресных проектов и их комплексное обеспечение. Но самое главное для нас это строительство. Строительство для обслуживания и эксплуатации объектов и маршрутов адресных проектов. И поверьте мне, что рекомендую вам понимать это таким образом, что для нас технология Skyway и транспортная трасса является одним из элементов тех проектов, которые мы строим. Повторяю, проекты, они являются наши проекты. В любом случае будут все больше и больше мы влюбляемся в это. Что это будут так называемые кластерные проекты, где мы будем привлекать и экологическое строительство. Это и энергосберегающее строительство домов. Каких-то, значит, тех же самых городов через систему поселений, линейных поселений. То же самое в городах, значит, строительство парковочных комплексов, новых парковок. Потому что мы за один день не разгрузим те транспортные узлы, которые существуют в больших городах, в транспортных каких-то центрах и так далее. Я уже не говорю о грузовых перевозках, понимаете? То есть мы к этому подойдем в течение 10 лет, когда мы сможем очень мощно опереться на скове этих наложников. Но подпирать ее надо так же, как я говорил, по Нигерии, например. Там возник вопрос, да, в первую очередь надо начинать мусор перерабатывать. Да не потому, что там мусора много. Хотя это тоже экологично. Это не наша главная цель. А наша главная цель построить и создать транспортную систему. Но в них нет электричества. Понимаете? И поэтому заодно в наш проект входит еще и переработка и выработка, даже не переработка, а выработка электроэнергии. За счет мусоропереработки и уничтожения опасных отходов. По современнейшей технологии. Казалось бы, мы в нее не инвестировали. Но в нее будем не в эту технологию, а мы будем ее использовать в конкретном адресном проекте. И прибыль-то мы будем с этого проекта получать. Понимаете? Через этот проект GTI везде, во всех проектах, адресных проектах GTI является не менее будет иметь не менее 25%. Это значит, мы, кто мы вкладываемся в основную технологию, будем иметь источник накопления доходов для распределения прибыли в Global Transport Investment на привилегированные акции для своих Евразийн, Рейл, Скорей, Системс, Холдингов 1, 2, 3. Понятно, да? От этого зависит номинальная стоимость, где акции наши, не номинальная, а биржевая стоимость, или так называемая котировочная стоимость наших акций, выше номинальной стоимости на бирже. От этого зависит наше процветание благополучия. Вот какого механизма, дорогие друзья, этого всего дела. Так, то первое. Так, есть еще вопросы. Я не вижу сейчас больше вопросов. Я вас благодарю за внимание. Я считаю, что мы сегодняшнюю с вами задачу выполнили. Я еще раз вас поздравляю, тех, кто справлять будет 14 или какого там числа, с 13 на 14 Новый год по старому стилю. И тех, кто еще будут справлять потом в феврале. И тех, кто будет еще потом позже справлять. Ну и всех, кто уже справили Рождество и Новый год, и еще одно Рождество в этом году. Желаю вам крепкого здоровья, тупо и настойчиво. И понимания, что такое здоровье. Настроение первое или здоровье прилично. Мудрости. Всего вам самого доброго. До скорых встреч. Строй сковей. Спасай планету, дорогие друзья. Спасай планету, дорогие друзья.